Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами совсем небольшой отчет 35-й недели моей беременности, и мы поговорим, как же у нас на этой неделе дела. Дела у нас в целом на самом деле хорошо, и по сравнению с тем, как проходила предыдущая неделя, когда я отравилась, когда мне нужно было вызывать скорую помощь, когда то-то да сё-то, эта неделя на самом деле намного более спокойная. Гормоны мои бушуют по сей день, ребенок мой двухлетний также не дает особо мне расслабиться. Например, из последних происшествий, которые в очередной раз выбили меня из какого-то вот такого равновесия, это он взял в каком-то кустике, нашел ягоду и засунул себе ее в нос. Вот это вот был первый опыт в моей материнской жизни, когда мой ребенок что-то куда-то себе засунул. То есть это вот, как правило, истории про ухо, про нос. Ну и слава богу, что у меня от мужа есть стерильные, всякие разные инструменты в доме, и у меня получилось при помощи хорошего освещения увидеть, что действительно он туда засунул эту ягоду, и ее аккуратно-аккуратно достать. И мы обошлись в этот раз без скорой помощи, без травмпунктов. И заголовок этого видеоролика, он, естественно, не говорит о том, что я в очередной раз вызвала скорую. Мне кажется, уже после всех наших историй это вот станет какая-то такая, а, нация опять скорую вызвала. Ну и ладно, понятно. Нормальная ситуация в ее беременности. Но что касается лично меня, беременности и нашего срока, значит, 35 недель, я как-то до сих пор сражаюсь с бушующими моими гормонами, с перепадами настроения, с тем, что действительно вот как-то вот швыряет меня со стороны в сторону, но вместе с этим как-то еще добавилось такое ощущение все-таки того, что ну все, уже мы подошли к финишной прямой, и пора уже, наверное, как-то вот посерьезнее готовиться к большому дню. В том смысле, что значит на 30 полных 7 неделях я пойду делать дополнительное УЗИ, и мы с гинекологом будем принимать решение по поводу того, будем ли мы стимулировать родовой деятельность и будем ли мы рожать раньше установленного срока. Ну, то есть не будем дожидаться до начала естественных родов. То есть это вот такое большое решение, которое буквально через 2 недели мне нужно будет принять. И в связи с этим, естественно, я уже задумываюсь о том, что мне реально нужно собрать как минимум сумку в роддом свою, сумку в роддом для новорожденного малыша, постирать всю его одежду, подготовить ее, ну и в общем вот как-то уже начинать все эти подготовительные моменты. Со следующих недель мы, кстати, с вами этим и займемся. Я думаю, что уже следующие отчеты на моей беременности, они будут напрямую связаны с тем, что мы будем собирать эти сумки в роддом. Я уже также потихонечку еще докупаю какие-то последние вещи, которые мне будут необходимы. То есть я купила уже подушку для кормления малыша. Потом у меня на Амазоне тоже целый список товаров, которые нужно заказать перед тем, как он родится. Плюс ко всему Арс мне прислала уже видео и фотографии. И нам в Санкт-Петербург пришел наш стульчик стоки Триптрап со специальным шезлонгом для новорожденного малыша, который мы будем использовать для второго ребенка. Вы знаете, что у нас для Рэма, а также стульчик для кормления, он стоки Триптрап в Санкт-Петербурге. Ровно такой же будет и для второго малыша, чтобы он мог принимать участие в наших семейных приемах пищи, когда мы все сидим за столом. И это действительно очень здорово. Так что не терпится уже, конечно же, добраться до Санкт-Петербурга и собрать этот стульчик и туда поместить маленького малыша. Ну и, понятное дело, мне еще нужно, я знаю из тех вещей, которые купить, это молокоотсос. Вспоминая свой опыт грудного вскармливания с первым ребенком, я понимаю, что мне обязательно нужно позаботиться о том, чтобы молокоотсос, который я приобретую, которым буду пользоваться, он был лучшим возможным, который только можно найти. В общем, буду его обязательно вам показывать уже после того, как он приедет, когда я его закажу, и, в общем, буду рассказывать, как же он работает в использовании. Да и, в принципе, я думаю, что о грудном вскармливании мы также очень много будем с вами говорить. Ну а что касается, опять же, 35-й недели, то у меня вот такое вот состояние, наверное, все-таки вот собрать все воедино, подготовить все, постирать, почистить. Ну, в общем, начинается вот такое вот, знаете, мамочка готовит место для новорожденного малыша. И сейчас вот, наверное, больше, чем когда-либо ранее, я на самом деле наслаждаюсь своей жизнью со старшим ребенком, пока мы только вдвоем. И как-то я с большим-большим кайфом даже воспринимаю, если он там ранним утром придет ко мне спать. И даже когда я укладываю ребенка спать, я понимаю, что пока еще я могу спокойно вот это свободное время посвятить, ну, не знаю, либо отдыху, либо работе. Ну, по крайней мере, я сама решаю, что мне в эти моменты делать, поскольку, естественно, когда появится второй, уже такой роскоши в моей жизни не будет, ну, по крайней мере, на какое-то ближайшее время. И какой-то такой странный прилив энергии у меня появился. Вместе с тем, что гормоны, они меня дербанят во все стороны, противоречиво, но тем не менее появился какой-то прилив энергии, и есть какое-то ощущение, что я совсем справлюсь, что у меня будет какой-то, я не знаю, ресурс для того, чтобы вот справляться, ухаживать, заботиться о двух малышах, в то же самое время заботиться о себе, отдыхать, вполне возможно, работать, снимать видеоролики для Ютуба, ну, и, понятное дело, не забывать о том, что у меня еще есть муж, и как-то посвящать время нашим отношениям. Ну, в общем, есть у меня какой-то такой позитивный взгляд на ближайшее наше будущее, и, по крайней мере, вот сегодня, вот на 35 неделях моей беременности, я вот как-то вот так вот настроена. Что касается моего физического состояния, конечно же, с каждой неделей мне становится все тяжелее и тяжелее, я все быстрее и быстрее устаю, и в целом уже сейчас, ну, как-то я стараюсь намного больше находиться дома и не выезжать, и лишних телодвижений не совершать. По ночам стала спать, конечно же, тоже тяжелее, у меня начинаются судороги в ногах, и все чаще и чаще сводят ноги. Из препаратов, которые я сейчас принимаю, это магний и железо, поскольку ферротин у меня по анализам упал, и поэтому мне нужно попить немного железа, а магний, он может помочь с расслаблением и с судорогами. Поливитамины и прочие витамины, такие как, например, элевит, мы решили пока не принимать, особенно, ну, как бы, есть мнение и есть, как бы, подозрение, что вот эти комплексные витамины, они могут быть частично, по крайней мере, ответственны за то, что плод очень большой. Понятное дело, что нет таких четких и ясных исследований, доказательств этому факту, но, тем не менее, какие-то подозрения в этом вопросе есть. Поэтому элевит я уже пить перестала, и сейчас пью только железо и только магний, чтобы помочь с уровнем ферритина и чтобы помочь с облегчением симптоматики судорог в ногах по ночам. Все забываю вам рассказать о том, что я очень классно приложилась животом к утюгу, когда гладила вещи, и как-то я не рассчитала свои размеры и, в общем, обожгла живот. И теперь прекрасно вместе с черной полоской, которая обычно появляется на животе в беременность, на моем животе красуется небольшой шрам от ожога, который, я думаю, в ближайший год-полтора со мной будет уж точно и наверняка, и будем с ним как-то разбираться. И также я заметила, что размер моего нижнего белья, особенно без галтеров, стал мне маловат. То есть, по крайней мере, в окружности встал маловат, и мне предстоит также еще посмотреть новый, больший размер нижнего белья, который я буду носить и сейчас, вот в последнюю неделю беременности, и уже во время грудного скамблевания. Ну вот в целом, вот такая вот, с одной стороны, наверное, не сильно-то богатая происшествиями 35-я неделя моя беременность у нас вышла. С другой стороны, опять же, конечно, она привнесла свои какие-то коррективы и свои какие-то новые моменты, но со всех сторон, смотря на эту неделю, я могу сказать, что она на самом деле очень хорошая, прекрасная. Самое главное, без каких-то стрессовых или негативных происшествий спокойно она протекала, спокойно она прошла и завершилась, и это действительно радует. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь, мы с вами увидимся в следующем моем отчете беременности на следующей неделе, и я думаю, что мы с вами потихонечку уже будем приступать к собиранию сумок и разбиранию вещей, и будем смотреть, что же мы обязательно будем в эти сумки укладывать к моменту, когда нам придется уже поехать в роддом. А на сегодня я с вами прощаюсь, желаю всем доброго дня и увидимся с вами в следующем видеоролике. Пока!